История Арсенала началась в 1932 году. Тогда в молодой стране Советов шло наращивание технического оснащения армии. В Ворошилове, а ныне у Суриски, был сформирован артиллерийский склад вооружения. В июле 1938 военнослужащие склада с честью выполнили задачи в боях у озера Хасан, поставляя боеприпасы защитникам границы. Весь личный состав был поощрен командующим Дальневосточным фронтом маршалом Блюхером, а особо отличившиеся бойцы награждены специальным знаком – участник хасанских боев. В годы Великой Отечественной войны воинскую часть усилили подвижной артиллерийской мастерской. Подразделение внесло немалый вклад в общую победу, обеспечивая вооружением убывающие на фронт войска. Именно с того времени Арсенал начал приобретать свой нынешний облик. Поскольку 2023 год является годом хасанских событий, было принято решение на районном пленуме районного совета ветеранов о возрождении традиций и о подготовке поздравлений к Дню защитников Отечества. Поездка в наших ветеранах в количестве 19 человек состоялась. Арсенал ракетного артиллерийского вооружения 5-й армии, куда мы, конечно, поехали с ветеранами труда, депутатами Хасанского муниципального округа. Встреча проходила в теплой и дружественной атмосфере. Командир Арсенала и военнослужащие провели для хасанцев экскурсию, рассказали про современное вооружение российской армии. Там выставлено вооружение, которое сегодня принимает участие и в специальной военной операции. Командир части вместе со своими подчиненными совсем недавно вернулся из зоны СВО, где они были три месяца. Гости, в свою очередь, подготовили для военнослужащих рассказ о славной истории Хасанского района и поздравили защитников Родины с наступающим праздником. Заслуженный работник культуры Яковлевна Галина Игнатьевна рассказала об истории хасанских событий, о первых героях Советского Союза, 26 героях. Заслуженный учитель Российской Федерации «Холод» Татьяна Яковлевна поприветствовала военнослужащих. Депутаты Хасанского муниципального округа Нина Васильевна Волкова и Елена Григорьевна Зайцева вручили приветственный адрес. Хасанцы побывали в казармах, посмотрели, как и в каких условиях живут военнослужащие. Кроме того, гостеприимные воины пригласили делегацию в столовую, отведать, как говорится, солдатской каши. Ну и, конечно же, активисты приехали в час не с пустыми руками. Конечно, наши славяночки постарались и приготовили военнослужащим вязаные носки, все славянцы старались. Мы приготовили сладкие пироги, напекли мед, всякие различные брелочки, ну то есть сувениры всякие. Как отметили военнослужащие, подобные встречи очень важны, и поэтому пригласили ветеранов приехать с экскурсии еще раз и посетить ремонтный завод, где восстанавливают военную технику. А хасанцы позвали воинов на празднование 85-летия хасанских событий. Я думаю, что они обязательно к нам приедут, и всех защитников Отечества, конечно, наши ветераны поздравляют с наступающим праздником. И всем, конечно, силы, здоровья и, конечно же, мира. Ольга Полева и Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.